Радио Болтком Утро на Болткоме Доброе утро, всё дело в шляпе, я считаю Доброе утро, всё дело в шляпе А ещё шляпу надел, да, говорили Также была популярная фраза в моём детстве Шляпа, шляпа, которая она и защищает И защищает от дождя, от ветра Которая придаёт человеку чувство, собственно, достоинства Потому что раньше, в общем-то, без шляпы джентльмен вообще без цилиндра не мог выйти на улицу Это считалось непременным атрибутом, в общем-то, его образа, его имиджа А в средние века без широкополых шляп, да и по узким улицам нельзя было спокойно пройти, прямо скажем От ночного горшка спасаясь Собственно, мы неоднократно отправлялись сами и приглашали других Замечательно, удивительный, совершенно уникальный, мне кажется, музей головных уборов Мир шляпы, в котором есть самые-самые экзотические головные уборы От ритуальных, старинных, современных шляпок Как элемент культуры, который рассказывает, в общем-то, целую историю И мы хотим, наконец-то, узнать, что происходит сейчас с нашим любимым музеем Что происходит в условиях, когда появилась возможность наконец-то открыть дверь Полный шляпы С нами директор музея головных уборов Мир шляпок, коллекционер-фотохудожник Александра Чудновская Доброе утро, Александра Доброе утро Мы читаем по губам, мы читаем по губам Доброе утро, но ничего не слышим Нет, ничего не слышим Ничего не слышим Включите микрофон, Александра Да, нужно... У меня показывает, что выключен микрофон, к сожалению Вот я даже вижу, у меня значок А вот сейчас все хорошо Ура, 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 ура Дело было все-таки не в шляпе, а в микрофоне Александра, поздравляем, во-первых, с тем, что вам удалось подсоединиться к нашему эфиру, подключиться, присоединиться А во-вторых, с возобновлением работы музея после долгого перерыва И я видел по Фейсбуку, что первые группы экскурсантов вас уже посетили И это дети, и они получают даже какие-то сертификаты Ну, рассказывайте, что у вас новенького? Что у нас новенького? Вот даже специально оделся на белый наряд Потому что где как белый флаг, знак спасения И понимание того, что наконец-то все как-то вроде бы стало двигаться в лучшую сторону и налаживаться В общем, что у нас новенького? Все как бы неожиданно, сидели мы тихонечко И, в принципе, наши надежды растворялись Потому что никто, ну, вы сами знаете, настроение какое в обществе и вокруг Но, тем не менее, все получилось крайне неожиданно И нашей стране разрешили открыть учреждение музея И это вот случилось 3-го числа И, собственно говоря, поскольку мы были, скажем так, мы и есть небольшой музей И мы заранее немножко уже были готовы к тому, что вот так может произойти открытие То мы очень быстренько и оперативно сработали И, конечно, для нас это большой праздник, большой подарок Потому что мы очень соскучились по детям, по посетителям, по людям Но во мне еще приятно, что и наши посетители точно так же скучают по музеям Интересно, вот это есть обратная связь Потому что пока мы были закрыты Удивительно, конечно, да, ведь со всех новостных ресурсов И все равно сообщалось, что ничего не работает Тем не менее, люди звонят И звонили, и спрашивали Можно ли к вам прийти Это вообще было весьма интересно Особенно большими группами, детьми, экскурсиями Но мы говорим, конечно, можно Только давайте все дружно немножко подождем Когда мы сможем заработать и открыть Конечно, можно, но не сейчас Да, да, ну, собственно говоря, как нам далее Вот разрешили с новыми условиями выйти, как говорится И открыть свои двери Мы быстренько, оперативно стали обзванивать тех, кто интересовался И вы знаете, удивительно, сколько приятных слов И сколько восторга услышали в свой адрес И желание того, что люди хотят прийти И вообще сказали, что уже невозможно просто ждать И с детками И вот наши действительно достижения Пока другие музеи готовятся только Мы быстренько все это Мы быстренько учли все правила Которые сегодня нам установили И пригласили к себе вот группу Уже у нас действительно прошло несколько экскурсий Но, знаете, это такое странное впечатление У меня вот там на Фейсбуке На странице музея мы выставляли фотографии Наши замечательные дети Стоят у них на лице маски На головах головные уборы Которые у нас можно примерить и сфотографировать А в руках большие красивые белые лифты Но мы не можем сегодня не упомянуть Поскольку эту тему Чуть-чуть ее затронуло К сожалению или к счастью Но в общем такие условия Что теперь все практически должны ходить с тестами Я думаю, что вы это тоже знаете И по другим темам и вопросам И относятся не только к музеям Но и к любой сфере сегодня Так вот, к моему удивлению Мне даже не пришлось Я еще не пришлось Как-то просить людей Они сами пришли Принесаете тесты Я спросила А как вот Она говорит А мы детский лагерь Наши дети делают тест на неделю И в течение недели Мы можем ходить по всем музеям Вот с этим тестом Поэтому у нас есть Замечательная историческая Профильские фотографии Которая показывает Что мы соблюли абсолютно все правила Это прекрасно Что люди приходят уже с подготовкой И очень ответственно относятся Что нового можно увидеть Вашей достаточно действительно Уникальной коллекции Или старого Или старого Ну наверняка было время подготовиться Уже скоро год И на полках И на стендах Развешаны новые главные уборы А вы можете еще раз повторить Что нового Какие новые экспонаты появились Ну несколько экспонатов добавилось Естественно связано с Африкой То что вызывает больше всего таинства Но я считаю что для того Чтобы про них узнать более подробно Лучше позвонить и прийти Поскольку мы все таки музей небольшой Если я вам сейчас буду рассказывать Все наши Скажем так Все наши истории Вот Уже будет не так интересно Я как раз как директор музея Приглашаю Позвонить нам обязательно По телефону 2600 2600 Для наших вот Слушателей И узнать Как раз как можно к нам Прийти в музей И послушать Истории Вот про эти новые экспонаты В том числе А если человек Не сдавал тест Но у него он переболел Или вакцинировался Он тоже в общем-то Спокойно может посещать У него есть сертификат Он может посещать Да Да У нас мы все соблюдаем Все те же правила А не общего назначения Более того У нас же есть еще Объем Что вот помещение Не может принимать Одновременно Более 4 человек Исходя из нашей площади музея Вот Но если это с одного домохозяйства То там может быть И более большая группа И конечно Мы Как наш музей Так и другие места Общественные места В принципе Везде все одинаково Сейчас Да Эти правила работают Для всех Уже Либо тест На антитела Либо сертификат Уже прививочный Обязательно Конечно Наличие маски Вот На лице И Ну собственно говоря У нас маски Уже африканские Еще и маски Которые все-то видны Выбирай любую Вы вот коллеги Все общаетесь О чем-то таком Вот я не понимаю вообще У нас Представитель директор Уникального музея Александра тоже Я вас призываю К ответственности Зачем вы рассказываете Про все эти тесты И маски Расскажите про свои шляпы Сколько их у вас там Они же Со всех концов мира Они же ритуальные Они же повседневные Они же какие угодно И кстати Вам посетители Приносят свои шапки И говорят Вот Это уникальная кепка Ее держал на броневике Владимир Ильич Я лично ее отнял И теперь дарю вам Надо же как звук прыгает Слушайте Ой Извините пожалуйста У меня что-то Совсем не слышно Ваш последний вопрос Что же у меня такое А мне не везет Тебя Александр Слушает лучше Вопрос Какие Уникальные Несут ли Может быть Предлагаются ли Свои шапки Посетители Ну вы знаете Последний раз Последний раз Такая история была Она была у нас Наверное Вот год назад Тогда еще приносили А вот за этот год Уже никто Еще ничего не принес Но банки были Поступали И конечно приносят И конечно мы С большой радостью Их принимаем Ну что делать И вот человеку Очень приятно Передать Свои головные уборы Есть и народные Головные уборы И вот потом С гордостью Рассказывать Что они находятся У нас в музее Вот Да такая история Имеет место быть И даже специально После этого Приводят свои семьи Показывая Что они Своими головными уборами Пополнили Наш коллектор Но я еще Хотела одну вещь Рассказать Интересно Как раз Связано с нашей Музейной жизнью Если можно Мы сготовились Вот у меня даже Есть такие в руках Штуки красивые Покажу Да И я всегда Я говорю Этим очень Хвастаюсь Рассказываю В хорошем смысле Слово Что на базе Наших уникальных Головных уборов Мы разработали Художниками Совершенно классные Такие штуки Это Расскравки При этом Это тоже Головные уборы Но вот как И вот этот лист Превратить В головной убор Это можно уже Узнать У нас в музее Да То есть Можно прийти к нам На супер Наши мастер-классы Немножко провести время Позанимавшись Разукрасив Например В данном случае Это вот у нас Азиатская шапка Вот У нас совершенно Скажем так Уникальные наши Вот эскизы И рисунки Послушать истории Опять-таки Про эти Про эти головные уборы И создать Вот эту вот Шапочку Уйти с ней Мастер-классы Это на самом деле очень классно Мне кажется Это было бы Как мастер-класс Как попасть Записаться на мастер-класс Тоже по телефону Тоже нужно нам звонить И договариваться С нашими администраторами И на определенное время В нынешних условиях Мы теперь работаем Каждый день Но по записи Вот к нам Можно прийти Теперь по записи Договорившись И на определенное время Можно просто Деток привезти Можно с самим Прийти Вся с семьей Со своими детьми А можно и парочками Просто в дросу Но вот эти Раскраски Они как Как О Такие вот Всякие Стукенты Ой-ой-ой Как страшно Приходите И зависла Хочу сказать Что вот эти Раскраски С головными уборами Они как нельзя Хорошо Перед праздником Лига Помнишь Все эти Вот сомбреро Там гусарские шляпы А тут уникальные Всякие Александра меня не слышит Олег Можно передать Через тебя вопрос У них в музее Есть уникальный Бивень Там 10 тысяч лет По-моему ему Так Если можно Рассказать Что с этим Бивнем происходит Александра Что Про бивень Я вас слышу Слышал Вот я Слышали Я уже добавлю Что это В бивнем происходит Бивень у нас Бивень у нас Действительно Уникальный Он Стоит И ждет Своих Посетителей Вот И действительно Это суперический Просто экспонат Который Можно потрогать Руками Я вам скажу Не каждый музей Разрешит Прикоснуться руками Мы разрешаем И он для нас Вообще Своего рода Талисман И Мы даже говорим Что если его Вот К нему Действительно Прикоснуться Загадать желание По крайней мере Мы в это все верим Оно обязательно Сбудется Поэтому я Приглашаю всех И даже прийти Посмотреть Привези Действительно А ливню Вы сказали Десять тысяч Нет Александр Почти тринадцать О Ничего себе Так долго Он в вашем музее Хранится Год за два Да А скажите Есть ли головные уборы Вот ваши У нас год за два Но у нас уже Да У нас Быстренько все Быстренько все Летит Потому что Мы заработали Стали работать И мы конечно Хотим Чтобы все Наладилось И очень Позитивно Настроены Желаем Всем тоже Вокруг Музеям Чтобы все Вот получалось И люди Не боялись Ходить в музеи И возвращались Головные уборы Известных людей Вот Принимаете ли вы Здесь речь идет о том Что вот эту Действительно Кепку носил Вот не знаю Там на своей лысине Ленин Лужков Там не знаю Кто угодно Да Вот Приносите Если с головы Ленина Приносите Дальше посмотрим Хорошо Лучше с головой Самого Ленина Да Ну как кепку Я не знаю Знаете Как бы Это все Это уже современно И конечно Возможно Что когда у нас Соберется Определенная часть Мы сможем Поставить И экспозицию И внести Даже такую вот Витрину Установить Может быть Головных уборов Известных Личностей Пока Такой у нас Коллекции Еще даже Мини нет Вот Но кто-то нам Что-то приносит Это правда Ну вот мы уже Одну идею подкинули 20-600 20-600 Это телефон Еще раз мы его Повторяем в эфире Телефон По которому Можно позвонить Записаться Потому что Мы подчеркиваем Что сейчас Все происходит По записи Потому что музей Маленький Нужно Согласовать Потоки посетителей Как-то их распределить Я понимаю По времени И поэтому Вот номер телефона 20-600 20-600 Музея Шляп Звоните Узнавайте Когда есть Свободное время Для посещения Музея Спасибо большое Спасибо Александре Чудновской Директору Музея Головных уборов Коллекционеру И фотохудожнику У нас Есть Важное Объявление Оно Не касается Музея Но оно Касается Алексея Кагана Потому что В пятницу 11 июня В плыну Девятого вечера В кафе Эланды На Тейке Была утеряна Черная мужская Кожаная сумка С ключами И документами На это имя Алексея Кагана Просьба вернуть За вознаграждение Номер телефона 29550330 Но конечно же Никто не успел Запомнить и записать Номер у нас В редакции Если кто-то Нашел Вот эту утерянную Черную мужскую Кожаную сумку С ключами и документами На имя Алексея Кагана А напомню Утеряна Она была В кафе Ланды На Тейке В прошлую пятницу В половину Девятого вечера То номер Алексея У нас есть Давайте Поможем Ну а Наш эфир Продолжается И Совсем скоро Выйдет В не свое Правда Время Программа Культ просвет Денис Ханов И Даниил Вяткин Появится в этой студии Далее Будет программа Очевидец Людмилой Прибыльской Утро На Болкове